Давайте начнем. Вы с вами уже немножко познакомитесь, хотя бы, да, систему я с вами отпустил. Мои дочери, если не увидите, ну, вот так сказать, да? Вот, я не желаю, что поможет ли сам. Ребят, давайте попробуем, вот мы с вами свалим эту тему, которая станет основой нашего оборона, да? И вначале я хочу вам показать скультуру. Ваша задача тут какая? Попытаться определить, кому вы не посвящены все-таки, да, и скульптуры, и в ней они находятся. Хорошо? Первая, пришлось посмотреть, вот такая скульптура. Я награду вам сейчас покажу. Ну, какие-то ассоциации у вас возникают? Полководцы. Да, какой-то полководцы стоят, да? Молодцы! Я бы тоже, наверное, так подумал. Так, Унбецкий, да? Тогда кема что-то связана, наверное, с Сибирью, Постоярскому будет у нас, да? Да. Вот. Так, ну, кого-то понимает, давайте посмотрим еще, может, что-то вот парчишкам подскажет нашим мужчинам. У Унбецкого, по-моему, не было вот такой вот сумпи, все-таки, да, командирской? Летчик. Так, ну, молодец! Действительно, это летчик, это герой Советского Союза, ликтор Степанович Хальзунов. Ну, как вы думаете, за что он мог получить такую высокую правительственную награду еще в 1939 году до Великой Отечественного Ряда? Испания. Испания, совершенно верно, это герой испанского неба, там наши «сталинские соколы», как их тогда называли, именно вот эти слова были выбиты на архиве Сталина. Он там хорошо воевал, зарекомендовал себя с лучшей стороны, у него был такой хороший кабинетный рост, но, к сожалению, он рано погибает, в 1939 году, когда он уже вернулся домой, время испытательного полета произошла повария. Он испытывал бомбардировщик и произошла отказация бомбы. Обен он в полете, а когда-то мальчишкой в 13-х лет он говорил, где-то самолет не полюбился. Ну ладно, хотя запахадать на полце есть у нас, но ее мало. Давайте возьмем вторую структуру. Наверное, более вздаваемая. Это Чайков. Молодец, ты прям ответил на вопрос. Действительно, ответ эскультура, ну а как она называется? Ну вот если можно привызнуть, там есть надпись. Стоять на смерть, совершенно верно. так, ну я думаю, тут уже можно догадаться, о чем он стоит дает в речь. Действительно, прототипом, ребята, этого солдата, который выглядит, как будто он вырастает из земли, черпает из нее свои силы. То есть, это образ солдата-защитника. скала несокрушимая защиты нашей Родины. А у Чечи был друг Бавчакова, они хорошо друг друга знали, и он решил эту структуру посвятить этому человеку. Так, ну что, какое событие тут? Сталиградская битва, совершенно верно. Молодцы. Мы с вами его победили. Ну как раз ребята, я с ними, да, находимся. Ну как называется это место? Мамайя 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 Совершенно верно. Да, вот она наша Родиновать. Вот тут самое внимательное и говорит, какая высота Родиновать. Вот если мы рассмотрим здесь, самое высокое это считается монумент в Москве это, да, это в Китайской Народной Республике у нас, там статуя Буды находится, да, это вот Петру Первому у нас, и вот она Родиновать, 85 метров, да, то есть статуя свободы, она гораздо здесь живет, она 40, опять находится. Немножко дальше. Так, ну и Вучечич, замечательный скульптор, он создал вообще триптих, то есть, посмотрите, здесь, в Амитогорске, почему именно там, это Буран, это Кузнец, или это Павелия, да, там производилось оружие, там танки изготавливались, рабочий держит меч, да, он там выкован, Родина-мать, Сталинград его поднимает, ну и завершающий, да, элемент у нас, это воин, освободитель, мечом пускается в Берлине, да, вот видите, какая замечательная получилась у нас экспозиция. Говорит Москва, последний час, наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Сегодня, 2 февраля, войска Томского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Вот, чтобы прозвучали, ребята, эти слова, она добилась в 200 вовременных дней и ночей. Через 2 дня буквально мы будем праздновать 70-ти летие уже, 20-ти дня окончания Сталинградской битвы. Я думаю, вы уже можете догадаться, сколько ступеней введено в лаваев-курган, давайте его подложить до высоты. 200. 200, совершенно верно. Я уже не помню, сколько раз когда я поднимался, но я думаю, правда, немножко сбивался, но давайте поверим все-таки, что-то в 200. А чей голос звучал? Левитана? Ну, давайте проверим. у нас есть отменственная картина. Действительно, это Илья Борисович Левитан. Памятник ему есть в современном лукограде. Мы уже с ребятами там нашли. Человек, кстати, невысокого роста, и кто его видел, они все время удивлялись. Тогда им представлялся какой-то могучий мужчина с таким граммом под волосом. Он не мог быть маленьким. Когда они его встречали, да, они были шокированы, что он на каком худощавый человек в очках. Вот это голос хорошо знакомый военному, конечно, поколению, да, мы же нам с вами. Ну, глянем, что же такое вообще Сталинградская битва. Свыше трех миллионов человек участвовало в этом сражении в течение полугода. Огромное количество танков, почти 9 тысяч 60 тысяч орудий из минометов. Многие минометы, кстати, изготавливаются с нашей стороны в городе Красноярске. Красноярск, оказался, тоже боевым города. Ну, этот памятник, который мы с вами уже знаем, это памятник Красноярске, да, немцы это увидят 27 сентября 1942 года. Всего после Сталинградской битвы осталось 4 уцелевших памятника. вы сами представляете, в Большом городе памятники, ну, в секунду, в 10-м наверное, да, вот, ну, вы можете догадаться, я думаю, здесь кому посвящен вот этот бюст. Такая подсказка там есть. Действительно, улица Гополь, это фотография старого, еще царица, да, как когда-то назывался первоначальник Сталинграда, сегодняшний Волгоград, и вот там есть вверх. Вот мы с вами спустились ниже, мы увидели как раз этот бюст. А вы сегодня тоже найдете, это бодители этой же церкви, и памятник стоит на другом месте, а с обратной стороны сохранились вмятины. Вот, осколки фашистских снарядов подведили памятники, но в целом он как бы свой вид сохранил. ну, а это чей? Железный Феликс, кто знает, кто это такой? Феликс Легундович Зержинский, да, вот, вот на нашем уроке Владимир Владимирович Путин, он бы точно другого знал, да, но его в рабочей победитель, да, наверняка, это для которого предвесел. Так, а картина, это после завершения ревета-битвы, это гордость Советского Союза, тогдашний тракторный залог, но войну он производил танки, конечно же, да, вот, и буквально до того момента, когда фашисты, ребята, уже входили в город, танки сходили, вот, и вступали, буквально, там, в бой, да, так, ну, и последний, четвертый памятник, он выглядит немножко, как бы, странно, да, он остался в целом невредимым, это герой гражданской войны, видите, он состоит из булышников, вот, самый главный герой у нас там Яков Ерман, это тоже водоводельная фотография, но это там, мы видим, уже современная, но, ребят, меня всегда удивлял вопрос, как немецкие войска оказались так далеко в глубине нашей территории, да, вот, если посмотреть на 41-й год, там, да, отначале, там, московская реветка, отначале, там, 42-го года, уже, от Харькова до Сталинграда получается 600 километров, да, если посмотреть на расстояние до Дюберина, там, вообще, 2500, вот, если мы глядем с вами на положение на Советско-Германском фронте весной 1942 года, давайте с вами подумаем, о, вот у нас линия фронта, да, ваше как вы думаете, какие были планы сторонними после окончания библиотов до Москвы, вот, какие ваши предположения? с вами, да, да, но территория, территория, ребята, рознь, согласитесь, тогда есть какие-то ключевые пункты, которые необходимо все-таки захватить, вот, как правило, раньше война заканчивалась, ребята, вот, каким моментом, что нужно было захватить, что нужно было завладить, чем завладить? столица, столица, мы имя отдали, северная столица, какой город? Санкт-Петербург, когдашний, конечно, это Ленинград, он оказался в осаде, это очень горькая история, да, но фашисты его не взяли, вот, то есть, две главные задачи, которые стояли перед фашистскими армиями, в течение 41-го года, это план Барбаросса, приз крипту, так называемый, фашисты, ребята, так и не выполнили, то есть, их задача была такая, вот, здесь у нас Астрахайн, кусочек, порошок, на этом, сюда он, смещен, и вот здесь, Волга, впадает, в Кискисное море, там Астрахань, это есть та самая линия АА, да, называли немцы, вот, то есть, мы, наверное, что можем с вами предположить, что фашисты будут, ну что, биться, опять же, за эти города, естественно, большинство наших боеспособных войск, они будут расположены именно, вот, на этих направлениях, да, ну, естественно, другие, ребята, направления могут у нас пострадать, да, фронт сплошной, он слишком огромный, людских резервов нам очень не хватает, почему, потому что после Московской битвы у нас было три крупных неудачи, первая, это под Ленинградом, а Садову так снять никогда не смогли, вторая операция, это Громская, она тоже была неудачная, и самое страшное, это катастрофа под Харьковом, которую мы с вами уже посмотрели, вот, поначалу она развивалась хорошо, успешно, но потом немцы, которые подготовили нам за поднём, вот, огромное количество, ребята, наших солдат попало в плен, и образовалась огромная грешь, которую 28 июня и хлынула вот эта немецкая армада, вот, ну, кто из вас, ребята, может быть, знает, а какая немецкая армия, вот она была элитная, шестая, шестая, совершенно верно, и, кстати, там вот интересный такой момент, кто ей командовал, фридер и паули, совершенно верно, этот самый человек, который разрабатывал план, барбаросса, да, вот, любимец Митлера, и немцы говорили, у нас, кого называли маршал Побега, Жуков, да, и немцы, кстати, за этим очень пристально следили, где Жуков появился, то есть там, жди уже наступления, да, фашиста, в ней был Пауэс, его считали, но он пока еще и фельдбаршал, он еще поточит, это звание, да, единственный фельдбаршал, который упадет в плен, да, у меня один, не только он один, так вот, из кого состояла эта шестая армия, это люди, которые родились, выросли, возбужали в центральной Германии, то есть это основа вообще германской нации, они прошли через всю Европу, у них был колоссальный военный опыт, действительно, они умели воевать, вся Европа, когда работала на фашистов, мобильность армии была достаточно высокая, и вот здесь степи, вы, ребята, вообще расположены, нет каких-то естественных укрытий, речушки там маленькие, вот у Кадондаш, да, и вот до Волги можно было дойти, ну и давайте посмотрим, так развивалась эта штука. там нет supposed to be a want to do on the там нефть совершенно верно, то есть в случае успеха плана-плава, как он назывался, потом он название поменяли немцы на браужей, немцы бы получили какие преимущества, они бы отрезали нас от нефти, которая тогда была как раз на юге тогдашнего Советского Союза, вот сами знаете, насколько нефть была важна в войне, которая называлась военно-машина, правильно? вот, затем была бы перерезана важнейшая магистраль, это Волга, да, и угроза какая бы создавалась Советскому Союзу, там уже дальше, что у нас там, Галмыкия, Урал, недалеко уже, это и Сибирь, да, куда были перемещены все оборонные предприятия, и охват столицы с юга-востока получался, да, вот, но план, ребята, имел, почему мы не сразу, скажем так, поверили в реальность происходящего, явно, явно недостатки, почему, потому что фронт растягивался на тысячи километров еще, да, то есть, руководство наше посчитало первоначально, что у немцев нет уже таких резервов, да, вот, они их нашли, нашли, четвертая армия танковая, она наступает еще и с юга, и союзники, они как раз и будут прикрывать фланги, здесь, это итальянцы, это румыны, да, и фенки, да, вот, у них там тоже были свои войска, целая армия, и для них тоже там трагедия, почему, потому что вот, потери будут огромные, и 17 июля, это вообще начало считается Сталинградской битвы, немцы, ребята, попадают в тогдашнюю Сталинградскую область, тогда передоих отряды завязывается бой, вот, это начало отсчета, она будет длиться до 2 февраля, а оборудительный этап до 18 ноября, да, то есть до поздней осени 1942 года. И вот уже 11 лет наш поисковый отряд работает в этом районе, это консиленные фланги Сталинградской битвы, и вот тут как раз в городе Мотно приехали с вахты, с ребятами. У нас есть, ребята, сегодня уникальная возможность посмотреть на вещи, которыми пользовались участники Сталинградской битвы. Ваша задача определить назначение предмета, который будет у вас на столе, ребята, да, и получить информацию о владельцах, ладно? Так, у вас задача такая очень серьезная, ну, кратико напишите, хорошо? Так, вторая группа у нас, вы исследуете предметы фронтового быта, ладно? Вот, попробуйте, ребята, догадаться, у вас, конечно, мало времени, настоящие исследования проходятся очень долго, иногда годы, честно говоря, а у нас есть такие у нас вещи. Вот, для чего сделали, ребята, и как? Так, и, ребята, ну, тут у меня сидят командиры получения, так, я понимаю, да, предположение, какие из вещей, которые будут на вашем столе, вы держали командиры вводят с фронтопрестеления, договорились? Так, а я ищи, ребята, да, 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 сейчас я ищи даю. Так, родовой будет, вот, это у вас, туда. Так, владельцы, привет, это ваше. Спасибо. 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 У нас с вами, посмотрите, мы с вами доберемся. То есть война сама помогает солдатам выжить в техникурянных условиях. Надо приспособиться к деятельности. Поэтому они пользуются тем, что у них было в этом, и как-то изменяли их предметы. А там что-нибудь такое? Можно? Можно? Можно догадаться? Да. Мне кажется, что приложили хорошую силу, да, я уже чем-то тяжелую. Я уже поддам не могу. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Звездочка, если это шинельная, например, по гимнастерке, это у нас все-таки консервирование, куда все у нас осталось. Это мы считаем, что кружка, то есть такие два отсвечения, которые мы получили, что-то нет, но тут сложно сказать, что кружка, скорее всего, только потому, что это хорошо сделанное, стало при этом пользоваться, чем придется, и остались два гуляра от биноблика положительных поводов. Ну, советский или немецкий, я считаю, по крайней мере, с нашими силами. Ну, бинобли, причем, он предназначался, правильно, чтобы рассмотреть табер для разведки заявления, с силы противника, я стану целью дальше, чем и у нас предназначался командиру и обвинчат. Молодцы, молодцы. Вот, кстати, ребята, спасибо большое, вот вы замечательно справились, праздные годы, то есть это вообще детали двух бинобли, там, да, это вот, это лакео. Так, вот это мы первое нашли, его вот так называли до сих пор, да, бинобли, разведчика. А эта кружка командирская, ну, конечно, ребята правы, она не может служить доказательством, во-первых, солдаты просто и владельцы, да, вот, странно, на ней нет никаких надписей, там, да, либо, ну, вот, сама вот ручка, она отвалилась. Ну, а эти вещи, конечно, принадлежали командиру, вот, ну, либо там конфликтчику, либо, вот, ребят, вот, еще тут остальные могли бы не иметь. А футболичка, посмотрите, это государственные служащие, это могли быть кто, работники ЛКВД, скажем так, вот, но никак не солдаты, потому что там звездочка. Ну, молодцы, я считаю, что, ребята, все три группы у нас справились, у вас там сложно была задача, потому что времени у вас было в обрез. Ну, что ж, мы двигаемся, ребята, с вами дальше, спасибо вам большое, вот, и вот мы видим с вами, как раз, вот, ребята, это ваша история, да, это Николай Алексеевич Ульянов с Алтая, это Василий Галкин с северного Казахстана, это Колесов Николай Алексеевич из Москвы, это все имена, которые восстановлены войсковиками. Вот интересно, что Николай Алексеевич, он вообще человек достаточно был в возрасте, у нее семья была в Москве, вот, жить хотелось этим людям. Каски вообще трех размеров выпускались, тогда, ну, две каски, ребята, одел, и вот винтовочные пули, к сожалению, эти каски были пробиты, и он погиб, да, и спустя много, много лет его лошади. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Зачем нас убиваю? На земле бушуют травы, Облака плывут, как бабы, А но то, что справа, это я, Это я, это я, И мне не надо славы. Вообще статистика, ребята, не очень утешительна на 10 бойцов, которые находят, например, войсковый отряд, только одно имя, поэтому вот медальоны, которые вы держали в руках, да, это очень ценная заходка, а мы вот на этой карте, это немецкая рельефная, кстати, карта, Да, похоже, мы увидели, вот видите, у вас тут Дон, да, это вот Волга, здесь они ближе всего друг к другу, да, вот они так вот близко подходят, расстояние там небольшое, примерно 50 километров, И вот 23 августа случилась беда, немцы навели переправы через Дон, и вот через Росошу, где вот мы отрядом работаем, они вышли вот сюда, только не рынок, как неправильно называют, да, а рынок, кстати, как цитаты, ставят эту территорию. А здесь у немцев правда большая заминка. Девушки, обыкновенные девушки, зенитщицы, да, вот они встретили первые тут фашистов, развернули свои пушки, они смотрели, естественно, ребят, зенитные наверх, да, и стали стрелять по немецким танкам. Вот фашисты, да, вот один из них сказал, если у русских будут воевать уже и женщины, да, войну мы никогда не выиграем. Вот, жарко было, немецкие танкисты, они выбежали, просили командира, да, покупались в Волге, они думали, все уже, ребят, война закончилась, Сталинградская битва, все, город перед ними, режим, совершенно незащищенный, да, бери его. Вот, а напугали их наши танки, которые шли без боезапаса, как раз вот этот, там есть Цзержинский у нас, да, вот этот памятник, рабочие просто и кавкатывали, выехали из завода, да, и немцы напугались, да, все-таки. Вот, и страшная патастрофа, запомните, ребят, этот день, 23 августа 1942 года, вот, все знают про Киросимов и Нагасаки, а вот разрушение, которое немецкая авиация написала в этот, день многострадального Сталинграду, были еще больше. Представьте себе, 40 тысяч, это только погибшие были, вот, и 200 тысяч, это раненые. Причем фашисты не бомбили заводы, они надеялись их взять в свои руки и производить уже потом варенную какую-то технику, а бомбили жилые кварталы, школы, библиотеки, детские сады, госпитали и так далее. Вот много лет на нем смотрел этот самолет, Юнкерс, что-то его там называли, там, емцы, да, у нас лапотник, у него шасси там не упирались, у него была хорошая техника сбрасывания, то есть он петель ходил, и еще репела сирена, вон, летчик мог определять поскольку сирена, насколько он близко на поиске уже к цели. Правда, скорость у них была небольшая, но легкой они могли стать добычей наших самолетов, у нас самолетов, ребята, когда не хватало, поэтому немцы чувствовали себя безнаказанно. Представьте себе, одновременно бомбило от 600 до 1000 самолетов, то есть небо просто было, все в немецких крестах. Вот она сама, бомбардировка Сталинграда. Вот, 70 километров, расстояние, в общем-то, ребят, не такое уж и маленькое, но ночью, когда пожары дышали в городе, окраине обучения были, потому что там были деревянные дома, от них практически не осталось, можно было на расстоянии от 70 километров сидеть и спокойно читать язык, то есть было свето, как днем. Дарили, видите, там Волга, хранилища нефтяные, потому что как раз вот эта артерия соединяла. Вот кадры немецкой хроники, крыло немецкого самолета, они снимают горячий город и крест, вот, и немецкий пилот, он посчитал, что это крест над городом, да, над нашим. Мало кто тогда из фашистов, например, мог предполагать, что это могильный крест над немецкой 6-й армией. Вот скромный такой памятник есть, он на грани, вот мы еще один такой нашли, в виде бомбы, и люди, которые вот такими... В основном это беженцы, ребят, люди, вот злая какая-то ирония судьбы, они уходили с запада, пытались в Сталинграде спастись, убежать от войны, а она по пятам занимает виборость, там, да, и вновь их настигла. То есть это страшная вообще трагедия. У нас вот есть возможность посмотреть городов немецкого пилота. О, Рава, так называемая, летала, да, и делала аэрофотоснимки. Это 26 октября 1942 года, но город уже мертвый. Все, вот здесь вот завод, видите, вот окружающая дорога, там ходил поезд, вот развертный, но города уже практически не существует. Но немцы теряют здесь, ребят, очень быстро свои преимущества. Танки в городских кварталах, они уже что, двигаться практически там не могут, да, становятся легкой добычей. Если брать артилею, скажем, да, и самолеты, то когда линия фронта, вот вы и я, да, нас разделяет иногда, ребят, это что, лестничный пролет, этажи, бывало и так, на одном этаже наши, на другом немцы, вот, либо комнаты смежные были. Здесь уже война прибыла, ребят, совершенно другой оттенок. 14 сентября в районе железнодорожного вокзала случился такой вот с немцами казус. Они увидели наши танки, вызвали по-другому, прилетели, били саму к юности, которые в этом смотрели, и начали бомбить. В результате они разбомбили своих же, да, несмотря на синий дыр, который немцы там сделали, и 20 немецких солдатов, ну, это так называемый дружеский, акуль у нас там, да. Так, ну, на этой диаграмме мы можем это с вами увидеть. Дом Павлова, это символы, то есть его немцы вообще считали крепостью, он подозначался. Интересно, что он два месяца породнялся, все, три человека погибло. Сколько немцев? Погибли только Чехов, Снайпер, конечно, тоже 300 местных солдатов, да. Так, это мельница единственной памяти, который остался в том виде, который, вот, вольдовая, да, оставил. Железнодорожный вокзал, этот универмаг входил в пятерку вообще лучших универмагов, красавицами, это, да, Советского Союза. Дом Заволотова был разрушен немцами артиллерии, и все защитники этого дома не погибли. Ну, и Мамайф Курган, да, мы уже про него с вами знаем. Ну, вот эта картина стала символом, привет, да, Сталинграда. Она восстановлена, правда, вот, немножко в другом, как, стилизированном виде. Да, ну, единственное, что я вам успел показать, это, да, это оружие. Ну, вот, как вы думаете, какое оружие здесь вот мы с вами можем увидеть? Ну, молодец, да, вот у нас солдат, да, кстати, фотография сделанная, фотография сделанная с интервалом в одну минуту, вот, и второй у нас ПБШ, совершенно верно, да. Вот, у нашего объема магазина, правильно, и у немцев там, ну, 32-40, да, модификация разная. Вот, и мы с вами можем увидеть, как, например, здесь Винклер, фамилия, он останется живым, правда, потом его наши живые, врачи, где-то не спасут, так, да, когда в плен немцы попадают. Вот, хорошая лаяка, это у него железный крест, знак за ранение и поломанный знак за отвагу. А вот здесь, видите, наш ПБШ, да, вот, ну, я все-таки и навстану, потому что мне стало большого труда, если это будет отвага. Смотрите, вот он, этот самый, не едет их ПБШ, держи, 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 держи. Ну, что диск мне один, да? Ну, как вы думаете, ребят, представьте себе, что у нас заключились эти самые 71 патроны, что делать? Братья, нужно. Ну, сможем бы продолжать с вами оборониться? Ну, если только потом, а если нет, потом нет. Это лакетика, это все, безопасно, мы этим зажимаем, да, мы уже ничего не стреляем. Но он достаточно массивный, больше 5 килограммов, да, вот, посмотрите, им можно пользоваться, вот, папашка, складки. Немецкий, это 40, ребят, ну, такой фокус у вас не пройдет, да? Да, и вот две лопатки, саперные. Существовало даже руководство для нашей лопатки, посмотрите. Так, это вот наш, вот, видите, это настоящая варварная лопата, где можно было тоже вступить в рукопашную схватку, житель. Так, и немецкая лопата, она удобная, она там шарлигая, можно было, как, мотыгать пользоваться, эта лопатка, да? Ну, ребят, я тут в рукопашку с него не пошел, я вот эту шарлигаю. Так, ну что ж, ребят, мы сегодня заканчиваем, спасибо вам за внимание, и нам осталось только подвести итог, да? 2 февраля битва заканчивается, капитуляция немецкой армии, вот после этого поражения фашисты, ребят, уже не с вами оправятся. Вот, мы заканчиваем вот этой фотографией. Как вы думаете, какие чувства, ребят, нарисованы на лицах этих детей? Радости. Так, ну, просто радость, наверное, есть, да? Вот мне нравится, вот эта девочка такая. Это же такая забавная. Это юные парижане, в Париже есть площадь Сталинграда, вот. Они испуганы, почему? Потому что дети смотрят в украинское представление. Там дракон вообще, да? Ну, он тряпичный, этот дракон. Так вот, ребята, за это будущее, чтобы дети боялись не военной, а сказочных этих драконов, и погибали наши солдаты в Сталинграде. За нас с вами, ребят. Поэтому рады подопомнить. Спасибо вам большое. Спасибо.